Всем привет! Сегодня мариную огурцы тремя разными маринадами. Хочу с вами поделиться. Для начала что мы делаем? Хорошенько промываем огурцы. Можно губкой для посуды, можно зубной щеткой. Я мыла губкой для посуды и мылом для посуды. Дальше кладем ее в холодную воду на несколько часов. Я положу на 2 часа в холодильник, вот в этом тазике. Так будет быстрее. Вода у меня не очень холодная, так как раз она будет, остынет хорошенечко. Дальше нам надо промыть хорошенько сухую зелень. Вот эту сушеную зелень часто всего банки взрываются из-за них. После того как промыли, я обдаю еще кипятком для надежности. Так банки хранятся дольше. То есть обычно вот там где-то остается пыль, а из-за этого и портятся огурцы. Просто обдаем кипятком на пару секунд и убираем, ставим в душлаг, чтобы стекла вся вода. Здесь у меня набор, который продают бабушки. Обычно я пользуюсь сухим укропом и сельдереем. Это вот для меня очень важно. Остальное, ну если есть, хорошо, если нету, ну и хрен с ним. Вот, да, та же свежую зелень. Вот я обдала кипятком на несколько секунд и так вот достаю, ставлю, чтобы стекла вся вода. Здесь у меня сушеный сельдерей, можно свежую, просто у меня было много, я высушила. Тоже обдаю кипятком. Итак, начнем первый вариант. Первый вариант классический. Значит, кладем на дно все травы. Трава у меня здесь сушеный укроп, листик хрена, листик винограда, листик вишни. Ну, весь такой набор. Они обычно вот так вот и набором продаются. Кидаю в баночку лавровый лист, несколько горошин черного перца. Дальше кладу на дно туда же петрушку, несколько листиков. Вот, дальше туда добавляю острый стручковый перец, это по вкусу. Дальше нарезаю чеснок. Нарезаю 3-4 зубчика, кто как хочет. Только скажу, что чеснок в нарезанном виде с уксусом, он зеленеет. Но это ничего страшного, от этого не портится, ничего не случается. Просто меняет цвет, так реакция идет. Вы можете не нарезать, просто так получается ароматнее. Дальше я вот концы срезаю, попки вот эти срезаю. И делаю 1-2 прокола посередине, чтобы маринад до середины дошел хорошенечко, чтобы пропитался. И складываем в баночки. Складываем вертикально, так больше влезает, что место остается, можно горизонтально или нарезать кружочками. Так, баночка все заполнила. Сверху кладу болгарский перец. Вот так вот накрываю огурцы, чтобы когда буду заливать кипятком, не было прямого контакта с кипятком. Вы можете, если болгарский перец не добавляете, вы можете зелень сверху выложить. Либо через ложку, так чтобы контакта прямого не было. Дальше я мерным стаканчиком померила. Здесь у меня 250 грамм кипятка. Заливаю кипятком, ну, заливаю мерным стаканчиком для того, чтобы посмотреть, сколько у меня уйдет воды туда. Вот, в итоге получилось на литровую банку 300 миллилитров воды у меня ушло. Так, померила я. Теперь закрываю крышку, даю остыть. Первый раз он остывает очень быстро, потому что огурцы холодные. Приблизительно 10 минут хватает. Итак, первая вода нам не нужна. Сливаем ее в раковину. Заливаем второй раз кипятком уже напрямую с чайника, потому что мы уже померили, знаем, сколько у нас туда уходит. Второй раз он у нас остывает чуть дольше, ну, приблизительно 20 минут, потому что огурцы уже нагрелись и остывать будут чуть подольше. Пока остывает наши огурцы второй раз, делаем маринад. Значит, 300 миллилитров воды, которую мы мерили вначале, заливаем в сотейник. Я заливаю горячей водой, так будет быстрее просто. Туда же 1 столовую ложку соли. Соль добавляем не по воде, а по баночке. То есть, если у вас литровая баночка, 1 столовая ложка такой с небольшой горочкой. Если 2-литровая, значит 2 стола, то есть не по воде. Туда же 1 чайная ложка сахара. Даем закипеть маринаду. Убираем с плиты и добавляем 1 чайную ложку уксусной эссенции 70%. Хорошенько перемешиваем. Теперь сливаем воду из баночки, которую заливали второй раз. И третий раз заливаем уже маринадом. Маринад должен быть горячий. Если пока вы сливали, остыло, подогрейте еще раз. Залили маринадом. Закрываем сразу крышкой. Крышки у меня с кипятка сразу достаю и закрываю. Так схватывается лучше. Хорошенько закрываем и переворачиваем. Итак, напомню рецепт. Значит, заполняем наши баночки огурцами и травами. Заливаем кипятком 2 раза и сливаем эту воду. Она нам не нужна. Третий раз заливаем маринадом. Маринад, вода, соль, сахар и 70% эссенции уксусной. Дальше заливаем, закрываем и переворачиваем. Вот так вот он выглядит у нас в остывшем виде на завтрашний день. Это вот классический вариант. Теперь второй вариант. На дно кладем те же самые травы, то есть хрен, укроп сушеный, всякие вот листики, какие у вас есть, лавровый лист, перец горошком, сельдерей. То есть то, что мы в первый раз использовали, также используем второй раз. Хочу сказать, что чеснок в этом случае зеленеть не будет, потому что здесь нет уксуса. Здесь маринад другой. Острый стручковый перец по желанию. Также вот убираем попки и делаем прокол. Можно проколов не делать, но попки надо убирать, чтобы маринадом он пропитался. Также заполняем наши баночки, как в первом варианте. Хочу сказать, что вот этот вариант подходит для тех, кто не любит уксус или им противопоказано. То есть этот вариант будет как раз. Также заполняем все пустоты и будем накрывать болгарским перцем, как в первый раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот накрыли болгарским перцем. Заливаем кипятком. Здесь мерить не обязательно. Заливаем кипятком первый раз. То есть как в первый раз будем ее сливать потом. Они останутся быстро, тоже огурцы холодные. Значит, прошло у нас 10 минут. Огурцы остыли. Выливаем эту воду, она нам не нужна. Заливаем второй раз. И даем остыть чуть больше, ну приблизительно 15-20 минут. Значит, второй раз эту воду сливаем в сотейник. Из него будем делать маринад. В этот же сотейник добавляем столовую ложку без горки соли, потому что у меня баночка 800-граммовая. То есть на литровую банку вы как в первый раз добавляете одну столовую ложку с горкой. Туда же чайную ложку сахара. Даем закипеть. Закипел маринад. Убираем с плиты. Добавляем 100 грамм. Это где-то один целый лимон сока лимонного. Вместе с мякотью. То есть отковыряли ложкой вместе с мякотью добавили. Добавили лимон. Лимон у меня холодный. Я его немножко прогрею еще раз. Этот маринад, чтобы был горячий. Если у вас лимон не холодный, можете сразу его заливать. Кладу еще сверху кусочек такой лимона без белой пленки. Белая пленка дает горечь. Заливаю этим маринадом огурцы. Маринад будет в дальнейшем покажется, что мутный. На самом деле там просто вот эти вот мякоть лимона плавает. И закрываем также горячей крышкой. Закрыли крышку, переворачиваем, даем остыть. Этот вариант подходит людям, которые не любят или им нельзя уксус. То есть тоже очень вкусно получается. Аромат лимона чувствуется. Вот зимой откроете. А это на следующие утра, остывшие. Кажется, что вода немножко мутная. На самом деле это вот мякоть лимона плавает. Теперь буду показывать третий вариант. Вариант, который вот в магазинах продаются, в баночках. Очень вот такой похожий вариант. Значит сюда никаких трав других не нужно. Лавровый лист в одну баночку по лавровому листу. Острый стручковый перец по желанию. Пару горошин черного перца. И чеснок. Все. Здесь вот сухие травы, укроп, сельдерей. Там ничего не нужно. На вкус вот точная копия, как в магазинах. Точно так же заполняем огурцами наши баночки. Болгарский перец мы тут использовать не будем. Только петрушка. Вот. Сверху делаем крышу из петрушки. Это делается так же для того, чтобы напрямую не было касания с кипятком. И даем остыть первый раз. Точно так же уходит приблизительно 10 минут. Остыли, сливаем. Это первая вода нам не нужна. Заливаем второй раз кипятком. И даем остыть приблизительно 15-20 минут. Не обязательно, чтобы она остыла прям вот до холодного состояния. Просто не обжигает руки. Значит можно сливать. Сливаем второй раз уже в сотейник, как во втором варианте. Из вот этой вот уже второго раза будем делать маринад. Значит, на 2 800 граммовые банки я добавлю 2 столовые ложки без горки соли. Значит, если у вас литровая банка, значит 1 столовая ложка такой с небольшой горкой. Сюда же 2 чайные ложки сахара. И ставлю маринад, чтобы закипел. В одну банку добавлю яблочный уксус 100 грамм. Я вам показываю как бы 2 уксуса. Вы на свой уже выбор можете выбрать любой. Или оба сделать, если есть. Вот горячим маринадом заливаю. Уксуса должно получиться приблизительно 1 третью часть банки. Это 100 грамм. Закрываем горячей крышкой. И переворачиваем. Я наклею бумажку, чтобы было понятно, где какую. Уксус. Не обращайте внимания на мою бумажку, как будто собака прожевала. Это я так оторвала. Вторую банку точно так же, только уже с винным уксусом буду делать. Ставлю греться маринад. Пока занималась первой банкой, маринад остыл. Маринад должен быть горячий. Заливаю уксусом. И сверху заливаю кипящим маринадом. И точно так же сразу закрываю крышкой. И наклею бумажку сюда тоже. Да, бумажки у меня, конечно, на скорую руку. Все, даем остыть. Вот так вот они выглядят у нас уже на следующее утро. Вот это яблочный уксус. А это с винным уксусом. Я сделала три варианта маринования огурцов. С тремя разными маринадами. Вы можете выбрать любой. Напишите мне в комментариях, какой вам больше понравился. Какой или какой вы сделали. Мне будет интересно. Ну, а у меня все. Всех целую. Пока-пока. Пока-пока.